слэп всем привет меня зовут илья и в этом видео мы сегодня с вами дорогие друзья выучим несколько крутых слэповых рифов на бас-гитаре попутно разберем технические нюансы моменты тонкости там глушение струн звукоизлечения постановка рук вот это вот все мы тоже затронем я думаю это будет полезно и поможет вам увеличить ваш уровень игры давайте же поскорей начнем и 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 Прежде чем разбирать данные рифы, предлагаю немножечко размяться специальными упражнениями с метрономом. Я специально приготовил сегодня себе метроном, поставил 106 BPM. Начинаем с небольшого темпа, играем в том темпе, который для вас комфортный. Не надо очень быстро играть или очень медленно. Даже медленно будет полезно. Быстро я поставил, на самом деле. Давайте вот, чтобы прочувствовать, понимаете, вот эту всю атмосферу. Вот 83, например. Вот такое вот первое упражнение. Обратите внимание, значит, я глушу левой рукой, соответственно, вторую восьмушку. И надо здесь быть внимательным и заглушить ее до конца. Например, если я заглушу вот так. Видите, получается гул, получается фон. Это не надо. Это кого-то не должно быть. Поэтому надо добиться того, чтобы у вас никакого гула, никаких хвостов не было. Максимально эффективно заглушить, максимально точно и до конца. Я рекомендую не делать щелчки, не бить вот так вот. Постарайтесь для начала просто заглушить струну тихо, чтобы не было слышно, чтобы просто у вас ровно пауза получилась, как это записано. То есть не должно быть вот так вот. Видите? Я не до конца так глушу, это плохо. Хорошо. Плохо. Когда я не до конца глушу. Поэтому постарайтесь вот здесь вот внимательно сначала прям научиться хорошо глушить вот эту вот струну. Потому что бас-гитара, струны толстые, они заводятся. И за этим постоянно наслить, особенно когда вы играете с лэпом. Опять же, тут очень много может вылезти всяких призвуков, фонов. На записи это очень слышно. Если вы играете на концерте, играете дома, тренируете, может быть, вы не обращаете внимания, например, запишите, когда все сразу слышно. Следующее упражнение. Немножечко посложнее. Мы здесь уже чередуем открытую струну с мертвой ноты. Открыта струна мертвой ноты. Смотрите. Опять же, метроном, 83, все оставляем. А тут уже три движения надо совершить. Вот таким вот образом. То есть у нас открытая, потом заглушили левой рукой и мертвой ноты правой рукой мы извлекаем, бьем, соответственно, по четвертой струне. Важно играть под метроном. И опять же, качественно глушить. Потому что, смотрите, я могу заглушить не очень. Смотрите. Видите, вибрирует, видите, заводится фон. Потому что я плохо заглушил. Я не до конца положил руку, ну, как сказать, кончиками пальцев не очень будет. То есть лучше глушить вот этой частью ближе к середине пальца, вот куда-то вот здесь. Не вот так вот класть именно кончиками. Потому что у вас сразу же, видите, фон будет. А я вот немножко руку продвигаю вверх, поднимаю, и получается чистая, чистая мертвая нота. А так будет фон. Поэтому старайтесь руку заводить все-таки ближе к середине пальцев. Так будет более качественное глушение, не будет гулов на записи. Вот. Но это я из своей практики говорю. У меня так. Вот. Например, у вас, может быть, другие пальцы, я не знаю. Поэтому тут индивидуально. У меня, например, когда я глушу именно подушечкой, у меня, видите, ну, какой-то фон возникает сразу в определенных местах. Первый риф давайте же разберем. Смотрите, опять же, открытое ми. У нас аккорд ми здесь. Не буду говорить, какой аккорд конкретно. Тут можно много всяких аккордов обыграть. Там минорных, мажорных, доминаций, септаккорд можно. По сути, это пентатоника. Огромное количество аккордов. Если я буду говорить про какой-то один аккорд, я уже себе сужаю как бы рамки. Поэтому, ну, скажем так, в ми мы сейчас играем. Открытое у нас. Извлекаем открытую струну ми. Глушим. Обязательно заглушили. И дальше ми на октаву. Здесь я использую большой палец. Глушу четвертую струну. Можно так играть тоже. Использовать. Потому что, опять же, будет заводиться, если я сыграю. Видите? Если я не глушу большим пальцем четвертую струну, гул появляется. На записи это слышно. Не знаю, сейчас слышно или нет. Поэтому я стараюсь максимально все упаковать в один бокс. И, если что, всегда подглушить. Это гораздо чище звучит, нежели если я не буду использовать большой палец. Вторая часть этого рифа. Здесь, по сути, все то же самое. Те же интервалы, тот же ритмический рисунок. Но мы просто играем от струны ля. На кварту выше. Как бы меняется аккорд на аккорд ля. Следим, играем так же. Только здесь у нас будет уже на октаву выше, на двенадцатом ладу. И следим за тем, чтобы не было мусора. Ну, таким вот образом. Я, опять же, большой палец использую, подглушиваю. Я могу использовать здесь, чтобы струна не заводилась. Если я не буду это делать, смотри, что получится. Сразу же заводится. Второй риф. Чуть-чуть посложнее, так как здесь появляется больше шестнадцатых нот. Немножечко меняется ритмический рисунок. Такое разнообразие небольшое. Принцип тот же. Играем от открытой ми, и потом меняем на ля. Соответственно, ми и ля чередуем. Также следим за тем, чтобы не было лишнего мусора и фона. Большой палец здесь глушит, и также можно глушить немножечко там, где это надо, большим пальцем. Давайте попробуем медленный вариант. Вот таким вот образом. Дальше то же самое, только от струны ля. Все то же самое. Вот такой вот риф. Третий риф. Немножечко такой утяжеленный вариант, как мне показалось, получился. Изначально такая фанковая была задумка, но я недавно посмотрел несколько тяжелых концертов, поэтому получился немножко утяжеленный вариант. Давайте посмотрим. Опять же, аккорд ми у нас, открытая ми. Первую фразу разберем. Здесь у нас такая, опять же, пентатоника. Вот таким вот образом. Обратите внимание, во-первых, здесь небольшой, такой как барре, мини-барре. Я зажимаю указательным пальцем тут две струны, чтобы не делать лишних движений каких-то. Можно это все сделать с помощью такого мини-барре. Вот как только я подцепил ноту соль здесь, самую высокую здесь ноту, и я играю хаммер от ре до ми. Вот этот вот барре позволяет мне сыграть эти шестнадцатые без задержек, сыграть их ровно, без траты энергии, без траты времени на перестановку пальцев. Я изначально делаю барре. И могу спокойно закрыть этот хаммер. И будут та-та-та прям ровненькие шестнадцатые. Здесь следим. Смотрите, как только я сыграл эту первую фразу, я могу также средним пальцем подконтролировать четвертую струну. Я могу положить просто аккуратненько, как только я закрыл хаммер. Я также закрываю не только хаммер, но я и могу вот эти пальцы также закрыть всем струнами, вот этим пальцем, после того, как я сыграл хаммер. Могу закрыть лишние струны, которые нам не нужны, которые могут как бы в теории нам создать мусор. Поэтому здесь тоже контролируем. Если это не буду делать, будет гул. Смотрите. Уже гудит. Вот смотрите. Вот, видите, я заглушил и уже гораздо чище стало. Поэтому струна эта четвертая, она будет гудеть у вас в любом случае, и за ней нужно следить. Дальше, после того, как мы сыграли первую часть, вот эту с барре фразу, у нас идет заполнение. Тут играем большим пальцем, в общем-то, без подцепа, просто ударами. Такая минорная часть, такая немножко утяжеленная. Играем таким образом. И доходим далее открытой. И дальше повторяем ту же фразу. В конце немножко повибрировать можно. А вот таким вот образом. И, наконец, последний вариант нашего риффа. Мы здесь добавляем октаву, звучит немножко по-другому, создает немножко другое настроение. Опять же, такой вариант утяжеленного традиционного слэпа. Давайте я сыграю медленно, а вы посмотрите. Вот такая вот, дорогие друзья, сегодня была подборка слэповых риффов, которые я для вас подготовил в этом видео. В конце концов, повод взять в руки инструмент, поиграть, помузицировать, окунуться в этот мир волшебной музыки, поизвлекать ноты, поизвлекать звуки из инструмента, вспомнить. Кто-то, может быть, и вспомнит вот эти вот основы звукоизлечения, глушения струн, игры под метроном упражнения. В общем, кто-то и что-то новое, в конце концов, узнает. Поэтому здесь, я думаю, в любом случае полезно. Вот такое было видео, дорогие друзья. Буду заканчивать потихоньку. По традиции, подписывайтесь на канал, это очень важно. Ставьте колокольчики, проходите на Boosty, там будет нотное приложение. По традиции, к этому видео еще много всего интересного там есть. Есть ВК-группа, есть Телеграм-канал. В общем, все как обычно. А на этом сегодня все. Всем любовь, доброта. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok